Субтитры сделал DimaTorzok Но все равно ставить такую цену, попадать таким образом в топ список дешевых компьютеров на Авито и ставить неопытного покупателя. В недоумении и недопонимании как минимум некрасиво. Вообще-то очень некрасиво. Поэтому я прикину с чайником самым неопытным и странным покупателем и постараюсь купить эти компьютеры за те цены, которые указаны в объявлениях. Разговор с барыгами, провокация и пукана нагревания. Также параллельно я буду собирать самый дешевый и мощный компьютер на данный момент, который будет запускать большинство игр на максимальных настройках. Использовать мы будем очень удобный сайт Е-каталог, на котором собраны все цены с различных магазинов в твоем городе. Да, я его уже использовал. Меня просто часто волос просит больше сборок делать в выпусках. Получайте. Приятного просмотра. Всем здарова, друзья. Меня зовут Саня. Добро пожаловать на новый выпуск о кидалах, барыгах, прочей нечисти, всеми любимого в кавычках, естественно, сайта с объявлениями avito.ru. Но перед началом я, как обычно, хочу попросить тебя не забыть поставить лайк, чтобы такие выпуски выходили чаще и они были более интересными. Чем больше лайков, тем быстрее выходит ролик. Когда-то я уже делал выпуски с разбором объявлений, где продавец указывал слишком маленькую цену за свои комплектующие, что вызывало подозрения. Или указывал маленькую стоимость за еще более дешевые комплектующие, говоря, что они будут тянуть все игры на ультрах и прочие программы. Но такое было невозможно. Но в этот раз мы позвоним аж целым двум странным, ну как странным, открыто говоря наглым авторам, которые в своих объявлениях указывали минимальную цену, чтобы таким образом выбиться в топ дешевых компьютеров на авито. Ну зачем все это, Саня? Спросите вы меня. А я отвечу. Многие люди, имеющие небольшой бюджет и желающие иметь относительно неплохой компьютер, указывают в поиске специальные параметры, чтобы сначала шли компьютеры с наименьшей ценой. Там они просматривают список объявлений, сначала как раз идут те самые охуевшие наглые люди, которые продают свой супер мощные коробки, якобы за очень маленькую цену, да за копейки почти. Пользователи кликают, убеждаются, что это не так, а совсем неопытные пользователи звонят продавцам на телефон и подвергаются риску быть обманутыми. Сегодня я покажу и приложу вам ссылки в описании на комплектующие, из которых действительно можно собрать хороший, относительно мощный компьютер на данный момент. Хочу сразу предупредить, я не пытался никого обидеть, оскорбить, нервировать, хотя кого я наебываю. Итак, первое объявление. Впервые начинаем с описания. Процессор Intel Core i5-3330, память DDR3 на 8 гигабайт, видеокарта GTX 560 Ti, жесткий диск на 2000 гигабайт, монитор 23 дюйма Samsung, мышку, клавиатуру и колонки отдам в подарок. Теперь ваши догадки, сколько может стоить такое чудо? 29 рублей. Да, стойте, не флудите в комменты, что я долбоёб, аргументируя это тем, что надо звонить и спрашивать всё по телефону. Но неужели было сложно изначально поставить правильную цену? Ведь такие площадки, как Авито, и созданы для того, чтобы покупатель или продавец экономили своё время, выставляя правильную цену, фотографии и описание к товару, который он продаёт. Чтобы, разговаривая уже по телефону, оба человека экономили своё время. Короче, я прикидываюсь дурачком и звоню этому продавцу на телефон. Посмотрим за его реакцией. Здравствуйте, это Салават. Я по поводу объявления звоню. Угу. Здравствуйте, я вот не совсем разбираюсь в компьютерах, но я увидел ваш компьютер и хотел бы его приобрести. Ну, посмотреть там, поспрашивать это. Вы продаёте его ещё? Ну, а какой именно компьютер? ПК на i5 плюс монитор Full HD. Да можно подобрать, то есть полно таких. Хорошо. У меня бюджет вообще 1000 рублей, но вы за 29 или за... Ну, за сколько он вообще стоит? Именно вот такая комплектация, которую я нашёл на сайте. В смысле, 29 рублей? Ну, написано на сайте, у вас цена указана. Ну, это 29 тысяч рублей. Нет, написано 29... Я смотрю, который за 29 рублей именно. Ну, а вы подумайте сами логично. Сейчас за 29 рублей пачку сигарет не купишь, и факт в том-то... Я не курю, я прошу, не надо. Сигареты очень негативные. Ну, хорошо. На дорогу в один конец. 30 рублей. Вот. Вы хотите системник на i5 с Full HD монитором за 30 рублей? Я не совсем разбираюсь. Я должен 100 рублей дам. Ну, я готов вот этот компьютер у вас за 29 купить. Ну, как... Я могу за 1000, если он дороже стоит. Если 1000, ладно, 1000. Он 29 тысяч рублей стоит. Он на сайте 29 рублей у вас стоит. Я готов купить. Ну, покупайте, только не у нас. Это бесполезно разговаривать. Ваше объявление... Я вам прощения, вы мне про ночь. Я по вашему телефону звоню, хочу купить вот этот компьютер за такую сумму, которую вы указали. Это я могу сделать или нет? Вы можете мне копчать? Нет, вы это не можете сделать. 29 тысяч рублей, пожалуйста, забирайте. Нет, но это уже какое-то мошенничество называется. Зайдите на наш сайт uct1.ru Нет, а как... Причем здесь другой сайт, если я смотрю конкретно на авито... С вами бесполезно разговаривать. До свидания. Как-то так. Он говорит, что 29 рублей означает, что его компьютер стоит 29 тысяч рублей. А теперь давайте еще раз вернемся к объявлению и посмотрим, действительно ли его сборка стоит таких денег. Процессор Intel Core i5-3330 стоит около 10-12 тысяч рублей. Оперативная память DDR3 на 8 гигов 4 тысячи рублей. Видеокарта GTX 560 Ti уже сложно найти в продаже, но на авито она стоит в среднем 3-4 тысячи рублей. Жесткий диск на 2 терабайта 4-5 тысячи рублей. Ну и обычный монитор от Самсунга на 23 дюйма стоит порядка 5-6 тысячи рублей. Мышка, клавиатура и колонки в подарок. Их не учитываем. Да и хотя там небось дерьмовые колонки, там мышка самая обычная, клавиатура вся небось в пыли. И в среднем выходит как раз 29 тысяч рублей. Но это цена за новые и никем не использованные комплектующие, на которые ты будешь иметь гарантию. За исключением видеокарты, потому что она не в продаже. То есть автор объявления вообще ни капли не снизил цену и посчитал правильным продавать свой бэушный компьютер. Ну возможно не бэушный, но все равно на авито надо снижать цены. За те деньги, которые вы можете потратить, покупая новые комплектующие. Но я все же советую вам не спешить и сделать осознанный выбор. Сборка, которая продается данным человеком, не потянет ни одну современную игру на хороших настройках. Сейчас я постараюсь уложиться в те же 29 тысяч рублей, учитывая цены на сейчаснейший момент. Да, когда все майнеры скупают видеокарты. И собрать действительно недорогой и годный компьютер. Итак, за основу мы берем видеокарту GTX 1050 Ti на 4 гига видеопамяти. Она справится со всеми уже вышедшими играми и теми, которые только будут выходить этой осенью. Я говорю про высокие настройки в разрешении 1920 на 1080 пикселей. Естественно, 8 гигабайт оперативной памяти DDR4, можно даже две планки по 4 гигабайта. И процессор Intel Pentium G4560 на KB Lake. Возможно, я уже вам его советовал в предыдущих выпусках, но все равно, он остается для бюджетной сборки. Остальные комплектующие я напишу в описании, дабы сэкономить ваше время. И также оставлю ссылки, где вы сможете посмотреть цены и купить комплектующие. Ну, давайте же перейдем к разбору второго объявления. Название. ПК на i7 4770K. Новый. Цена 35 рублей. Что будем делать? Конечно же, звонить и узнавать, почему такая маленькая цена. Алло, здравствуйте. А можете погромче чуть-чуть? Вас не слышно. Да, звоните. Здравствуйте. Я по поводу объявления на Авито компьютер хотел бы приобрести. Так, хорошо. А там стоит 35 рублей. Да, да. Вот с видеокартой или без? Мне вот, ну я не знаю, мне... А с видеокартой 40 будет или сколько? Я смотрю. Да, с видеокартой будет 40. 40. Да, у меня вообще бюджет тысяча, ну тысяча рублей. Даже нет, 5, наверное, будет. Я готов приобрести компьютер, вот по вашему ценнику именно конкретно. С видеокартой тогда за 40 рублей. Это как мне подъехать? Можно будет посмотреть? За 40 тысяч рублей. Нет, секунду. Я смотрю именно ценник у вас в объявлении. У вас 35 рублей написано. Я готов именно за эту сумму. Ну, дурачок, или так? Вы дурач... Не понял. Ну, говорю, дурачок что ли? Так, вы говорите, 40 рублей. Ну, за 40... Вы мне только что сказали за 40. У меня бюджет тысяча. Я готов за тысячу даже компьютер забрать ваш. Я понял. Все, все удобно. Мне все, он с хорошей... Ну, сука. Короче, пукан просто на орбите. Барыги, не ставьте такие цены, чтобы высвечиваться в топе и таким образом превосходить конкурентов, которые поступают честно. Сайт, которым я сегодня пользовался, называется Е-каталог. Именно он поможет вам собрать цены со всех магазинов в вашем городе, поможет ознакомиться с отзывами покупателей, характеристиками, видеообзорами, фотографиями и многим другим. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ну, а на этом все. Сегодняшние два объявления скинул мне... Блядь, забыл еще... Сегодняшние два объявления скинул мне... Мне скинул Роман Бурмакин. Поэтому не забывайте тоже скидывать мне различные подозрительные объявления в ЛС ВКонтакте и добавлять в друзья. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик и оставлять свои интересные комментарии внизу под роликом. Ну, а с вами был Саня Харчевников. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok